Вот, собственно говоря, вот на этом моменте, давайте поподробнее, вот тут я уже убил босса, видите, фаерболами кидаются, но они особо не дамажат, в принципе, то есть, вот у меня такая тактика была, бегать вокруг толпы, искать цели, бить, потому что толпа движется медленно, то есть ее можно вообще вот так по периметру отбегать просто, ну иногда надо было отбегать, конечно, и хилиться, но это опять же не особая проблема, я считаю. Так, звук чуть потише, что ли, вот так, видите, прям тут нужен массовый дамаг, то есть, вы сразу понимаете, да, тут лучше сразу по массе дамажить, так эффективнее будет, видите, вот эти проклятуны, которые у нас с проклятием кидаются, их убивать надо, чтобы вот это проклятие не дамажило нам, потому что оно пиздец, как у меня, я, по сути, я на этом боссе дох чисто от проклятий, на самом деле. Видите, то есть, вот этих в черной амуниции, которые какую-то магию на нас кастуют, вот эту хуйню свою, вот их сначала, а потом идем босса убивать. Такая какая-то техника. Музыка играет прикольная, мне нравится на этом боссе. Какая-то она, я не знаю, на органе какая-то, как будто. А, блядь, вот это, вот это бесит, то, что отталкивают. Ну, толпа медленно, видите, все равно меня не бьют почти. Вот и все, да? Да, лута особо не выпала, как видите. Кукла, это для продвижения на другую локацию, как я понял, нужна. Уголь мне восстановили, ну и душа, собственно говоря. Кстати, я душу эту использовал, мне 20 тысяч очков дали. 20 тысяч огней, или как называется. Ну, прикольная локация, только она тупиковая. Дальше покажу вам. Видите, я за 20 штук купил ключ, собственно говоря, на этом моменте. Давайте посмотрим, что тут есть, что нам выпало. Это задняя башня. То есть вы еще в самом начале игры могли ее заметить, но открыть не могли. Вот, я за 20 тысяч купил ключ. Давайте вот тут, в принципе, сразу вам проспойлерю. Тут ни монстров, никого не будет. Тут тупо лут, просто побегать, лут пособирать. Видите, вот там что-то есть. Вот тут что-то есть, давайте глянем. И лифтик я вот нашел. Наверх поднимемся. Вот тут, я думал, на меня нападет кто-нибудь, но тут оказалось, на самом деле, ничего такого нет. Если что, я на компе играю, ну, вы, наверное, поняли. Я уже один ролик выпускал, да, про, как его, там, знаток кристальных чар. Вот, по этой игре можете посмотреть. Видите, душа, вот, хранительница, прикиньте, это прошлая хранительница огня валяется, типа. То есть такая же судьба и эту блондинку постигнет, которая у нас сейчас хранительница. Пиздос, да? Эту душу потом можно отдать хранительнице огня, вот этой, действующей, и она сможет снимать, я не помню, как назвать, типа, когда вы много раз умираете, на вас какое-то проклятие накладывается, я не помню, как называется. Вот тут я вот сюда спрыгну, я думал, что-то найду. Но тут оказалось, что ничего нет такого особенного. Да, видите, вот, зря. Я думал, может, призрачная стена какая-то. Но оказалось, что нихрена. Давайте дальше посмотрим, в принципе. То есть мир достаточно большой в этой игре, да? Много вот таких скрытых местечек, которые можно, по сути, игру проходить и не найти, да? По сути, я мог бы пройти Dark Souls и... Ну, я его пока что еще не прошел, но мог бы пройти и даже вот сюда не войти, в эту башню, по сути, да? То есть, ну, много такого. Даже я вот этого босса, по сути, может, мог бы и не убивать, кстати, чтобы сюжет пройти, но не уверен. Вот, видите, я лифт отправил. Он мне, в принципе, не нужен уже. Теперь мне надо как-то попасть. Вот, видите, вон там точка светится. И вот там внизу. То есть мне как-то нужно попасть. Но тут вот просто... Видите, спрыгиваем вот по каким-то гробикам, я не знаю, или как это называется. Такие на выступы удобные. То есть тут просто... Видите, а тут кладбище. Мы видим хранительницу огня. Я даже охуел на этом моменте. Видите, это хранительницы огня валяются. Видите, колечко подобрал. Ну, нормально, нормально. Если что, я звук накладываю, как вы поняли уже, наверное, да? Просто мне не видно на записи, не совсем хорошо видно, что я там подобрал. Вот помните это место? На этом месте какой-то нищий ходит с мечом такой, с быстрой атакой. Но я его уже убил до этого. Так что его тут нет. Видите, то есть это место мы тоже могли в самом начале игры сюда прийти, но у нас ключа не было. Вот, собственно говоря, теперь мне осталось... Видите, тут, к сожалению, подняться нельзя обратно. То есть надо только... Вот видите, вот это кладбище, хранительница огня. Я аж в ахуе был, когда нашел. То есть мне тут обратно подняться никак нельзя. Видите, мне тут только обратно идти, а обратно в храм огня возвращаться и там опять подниматься. Собственно говоря. Вот, кстати, лут какой-то. Я даже не знаю, почему я его раньше не видел в самом начале игры. Хотя пробегал я тут. Видите? Щит какой-то. Ну, щит это бомжарский на самом деле. Ну, видите, это уже не проблема. Сразу двоих с одного удара. Это уже легкие враги для меня, конечно. Ну да, хуевый щит намного хуже моего нынешнего. По сути, у меня уже дефолт на экипировке никакой нет. То есть я такую более-менее себе нашел нормальную. В принципе, я на легкость ни на какую не рассчитываю. Я именно вот на танковитость. Хотя я не за рыцаря играю, но все равно, да, мне как бы... Чем устойчивее и танковите, тем лучше. Потому что у меня, по сути, мне перекаты сильно не нужны у меня, по сути. И щит нормально блокирует. Видите, можно? Я вот забыл. Вот еще сюда спуститься можно, я совсем забыл. Что-то вообще про это забыл. Лестницу вот тут спуститься. Я еще в самом начале игры думал, как же сюда подняться. Вот видите. Спускаем лестницу. Прикол, смотрите. Вот видите, вот это гнездо. Видите, тут типа птица разговаривает человеческим языком. Она то своими звуками, то человеческие слова говорит. Ей в гнездо можно класть всякую хрень цветную, и она вам будет экипировку давать. Обменивать, обменивать. Я тогда об этом не знал, когда сюда только пришел. Череп какой-нибудь, красивый череп какой-нибудь цветной, да. Киньте туда в гнездо, и она вам экипировку в обмен какую-нибудь даст. Ну или что-нибудь такое. А вот, ну там ничего нету, я вам сразу скажу. Вот тут. Вот тут ничего нету. Пойдем дальше. Вот-вот тут я еще в самом начале игры заприметил. Вот-вот, видите, труп, я не знаю чей. И осколки костей. Плюс, еще не забудьте, что тут под крышей есть пространство, смотрите. Видите? Тут тоже можно побродить, кое-что поднять, ну не особо много. Осколок эстуса, что ли, я не помню, тут лежит. Ну тоже достаточно полезная штука так-то. Труп откуда-то, я не знаю откуда тут, если честно. Видите, вон блондинка эта внизу, хранительница огня стоит. Видите, опять эта птица тут. Ну я вам уже сказал, для чего нужна, да, какую-нибудь безделушку положите, она вам что-нибудь даст. Такое. То есть есть смысл, на самом деле, тут лазить, кое-что такое нормальное найти можно. И, собственно, вот о чем бы я еще хотел вам рассказать. Сейчас тоже дальше увидите. Ну можно иногда сюда забегать, да, как может что-нибудь и выпадет полезное. Видите, я даже экипу всю снял, я даже оружие щитом сниму, просто вот чисто на легкость. Смотрите теперь, как ваш нищеброд будет прыгать вот этот без экипы, смотрите. Видите, такие кулаками удары. И смотрите, вот как он прыгать сейчас будет хорошо. То есть это тоже, видите, намного лучше, нежели в броне. Он вон, видите, внизу лежит, то есть надо как-то рассчитать. Ой, вот мразь, видите, просто пиздец, сам себя минусанул.